Священник шёл просёлочной дорогой. Друг мальчика на поле увидал. Тот, стоя на коленях что-то Богу, в слезах своих так искренне шептал. Приблизился священник с умилением, но слышит буквы А, Б, В, Г, Д. Застыл мужчина, полный удивления. Таких молитв не слышал он нигде. И снова алфавит весь повторился. Усердно мальчик буквы называл. Как будто сдать экзамен торопился. Священник молча недоумевал. Зачем здесь этот бедненький мальчонка, глотая слезы буквы, говорит? Зачем в мольбе протянуты ручонки? Зачем он повторяет алфавит? Но вот ребёнок путника заметил. Священник, подойдя, всё расспросил. Без матери остался я на свете. Я здесь у Бога помощи просил. Всегда молилась мама рано утром. А я запомнить слов её не смог. Хозяин меня лупит постоянно. Но мать учила. Есть на свете Бог. Сюда я прибегаю на рассвете. Я выучил недавно алфавит. И вот я повторяю буквы эти. А мудрый Бог их сам соединит. Священник детской верой восхищённый обнял мальчишку и продолжил путь. О, эти буквы достигают трона. Поспорит ли с ребёнком кто-нибудь? А мы порой сидим, уста зажаты, Когда слова не можем подобрать. И если красноречия мне богаты, Стесняемся свой голос возвышать. А Бог всё знает, видит наше сердце. А Бог за каждой мыслью сам следит. Он понимает и слова младенца. И лебедь наш о многом говорит. Бог может из него молитву сделать. Он знает, что хотим ему сказать. О, как бы мне хотелось просто верить, Молиться просто и ответа ждать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok